Недавно сказали, что не знаете, происходит ли еще реинкарнация. Почему вы так сказали? Ну, потому что мне сказали, что она заканчивается, что они не позволят происходить повторным циклом душ, и что любые души, которые приходят сейчас, чтобы присоединиться к человечеству, это пространственные души, особенные души, и что человеческие души больше не будут повторять здесь цикл снова и снова, что это прекратилось. И причина впускать сюда новые души, это чтобы поднять частоты еще выше. Дело в том, что есть ограничения у так называемых walking душ или подселенцев, которые могут зайти в тело во время чего-то околосмертного опыта и таким образом находиться и функционировать на земном плане. Потому что, во-первых, им приходится выполнять обязательства того человека, жизнь которого они берут, когда они берут или когда они заходят в его жизнь. Если есть соглашение с душой, что одна душа уходит, а другая заходит, им все равно нужно выполнять обязательства перед семьей того человека и делать другие вещи в жизни того человека, то есть добавлять себе больше работы. Но если они воплощаются, они могут успешно и позитивно проникнуть и продолжить свою миссию здесь. Дело в том, что темная сторона, позитивные придерживаются правил. Регрессивные же нарушают все правила и в итоге это губит их самих. Потому что им больше никто не доверяет. И когда ты теряешь доверие, все кончено. Все кончено. И вот где проблема у темной стороны. Они загнали себя в угол собственным поведением. И в конце концов происходит так, что загнав себя в угол, они начинают неизбежно пожирать друг друга. И они пожирают друг друга, потому что не доверяют друг другу. Но как им можно доверять? Это невозможно. Поэтому... Чтобы все исправить, чтобы оставаться в рамках и сделать то, что правильно, и сдержать свое слово, интеграция света на планете Земля продолжалась постоянно с 60-х годов. Возникает вопрос, почему с 60-х? И это логичный вопрос. Ну, наше правительство и несколько других правительств на Земле и об этом еще публично не говорилось заключили соглашение или их обманом заманили в соглашение с группой Ориона. Вот я это и сказал. Человечество предупреждали не доверять им. Военные умы, которые заключили это соглашение были в состоянии такого страха, что они приняли неразумное решение. Единственное, о чем они думали, это ну, нам дадут технологии. Но им отдали мусор. Да, он был продвинутым для нас. Но это был мусор. Но главной проблемой было, что как только они закрепились здесь, эта регрессивная группа, мы не смогли избавиться от них и понадобилось внешнее вмешательство. И именно поэтому меня очень беспокоит идея просто ждать. Просто ждать. Потому что мы человечество, мы свет. на этой планете. Мы сознание этой планеты. И да, мы делим ее с другими формами жизни. Но наша ответственность быть достойными, ответственными партнерами своей планеты. И она явно считает, что мы способны на это, потому что она начала процесс вознесения с нами на поверхности. Я не думаю, что достаточно говориться о том, насколько это важно. Это движение. И роли, которую мы должны сыграть в этом. я точно не единственный, кто это знает. Я знаю, что это не так. Но я не вижу, что вы об этом говорили еще где-то. Или об этом говорят недостаточно. Потому что, как только вы понимаете, как только вы осознаете, как только вы все понимаете, о боже, какую силу это вам дает. Со светом и с духом всего, что есть, вы непобедимы. Вы абсолютно непобедимы. Ничто не может остановить вас, кроме вас самих. Это и есть суверенность. Это и есть настоящая свобода. И это и есть лидерство, которое нужно этой планете прямо сейчас, черт побери. И вот, что я об этом думаю. Просто, чтобы все понимали, что я об этом думаю. Субтитры создавал DimaTorzok